В эфире библейский портал экзегет. Как воспитать трудолюбие в детях? Спрашивают нас. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Это Господь сказал нашему праотцу Адаму. Не отвращаясь от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего, современная цивилизация видит удачную жизнь, когда не надо работать. Опрашивая молодых людей, я достаточно часто, пытаясь вместе с ними разобраться, какую жизнь они считают нормальной, вижу, что нормальная жизнь для них – это жить в одной квартире, другую сдавать и ничего не делать. А только ездить куда-то, обеспечить, чтобы за счет чего-то ты мог есть и существовать, и вот так вот нигде не работать. Конечно, откровение говорит нам о том, что это плохо. Повеление Божие трудится. Более того, мы знаем, что праздность – это очень опасно. Вот у преподобной Иоанна Лествичника у нее есть удивительные слова в его Великой книге «Лествица». Он говорит, праздность – это поле, на котором растут все пороки. То есть это удобренная земля для всех пороков. А труд выдавливает из человека тяготение к греху. Поэтому и детей мы должны учить труду, безусловно. Вот не давать в душу их войти этому современному, такому ложному устроению. А практически могу дать такой совет, как отец восьмерых детей. Когда я был маленький, мама нас вместе с сестрой позвала к себе и сказала. Детоньки, я устраиваюсь на работу, а нас было трое, еще был малыш. Там ему два или три года было. И теперь я уже не могу делать все дела по дому. Давайте разделим. Вот список дел. Иоанне, и Федя старшие поделили дела между собой. Моя была кухня, надо было вытирать, убирать стола, накрывать на стол, убирать. Подметать коридор, вносить мусор, ходить в булочную. Сестра мыла посуду и ходила в молочную. И мама не слезала с нас и даже поднимала с кровати, если мы уже легли, если я, например, не убрала со стола. И это настолько въелось в меня, что за несколько лет я уже не мог уйти, не убрав со стола. И механизм ответственности за определенное поле деятельности во мне таким образом сформировался. Вот этот механизм надо сформировать в вашем ребенке, потому что без него ему будет очень трудно. На учебе, на работе, где угодно. А если он научится отвечать за свой участок, не оглядываясь на кого-то другого, тогда он будет просто золотым работником. И дав ему этот навык, вот навык исполнения заповеди Божьей о труде, вы дадите ему огромное преимущество перед другими работниками, имеющими такие же остальные навыки и образование, как у него. Потому что начальнику кому поручить? Только тому, кто это отследит. Мы у нас в семье называем это законом воротаря. Полузащитник может пропустить мяч, защитник может, а воротарь не может, будет гул. Вот ты не можешь просто уйти и не убрать со стола. Или ты кому-то поручаешь, и ты уверен в этом, что будет сделано, или ты делаешь сам. И потом ты можешь быть командиром роты, настоятелем храма, понимаете, кем угодно, директором магазина, и дела будут делаться. И если вы просто говорите своему ребенку, почему ты мне не помогаешь, иди помоги. В нем этот навык не воспитается. А если вы ему дали небольшой кусок, помимо своей кровати, стола с письменными принадлежностями, общей работы, и за него это никто не делает, кроме времени, когда он болеет, он вам потом будет бесконечно благодарен всю вашу жизнь. Вы знаете, мне 52 года, я не могу уйти из кухни, если со стола не убрано. Мне плохо до сих пор. Спасибо моей маме. Спасибо. Спасибо.